Пулемет Дегтярева в течение двух десятилетий считался самым массовым в вооруженных силах СССР. На фронт ручные и станковые орудия отправляли десятками тысяч. Защитник Родины – злейший враг захватчиков. Пулемет Дегтярева – это сочетание простоты конструкции, маневренности и огневой мощи. Всем этим оснастил оружие Победы Василий Алексеевич Дегтярев, один из главных советских оружейников. На вооружение взял эскиз оригинала последователь и почитатель Дегтярева Амич Виталий Кокшенев. Орудие, изготовленное в память о войне, под стать тому, боевому. Такой же простой и легкий, не заложена в нем лишь одна функция. Главное – он не стреляет, а собран пулемет из того, что под руку попалось. Магазин для патронов. Кто-то может сказать, что баночка из-под конфеток, но это неправда. Это просто от кинопленки пустая банка. Искра-гаситель тоже используется по сегодняшний день, в наше мирное время. Это просто от соковыжималки наконечник. Почему я начал заниматься всеоружием? Потому что хотелось бы выразить глубокую благодарность нашим ветеранам, моему деду, всем дедам, бабушкам, прабабушкам, которые не вернулись с фронта. Первая работа Виталия – пулемет с человеческим именем Максим. Мощное автоматическое оружие для поражения открытых групповых целей и огневых средств противника на расстоянии до тысячи метров. Пулемет стоял на вооружении Советской армии вплоть до 1945 года. При наступлении Максим продвигался впереди стрелковых подразделений, а с поля боя отходил последним. В открытом бою он был недоступен для пехоты противника, пока имелись патроны и был жив хотя бы один пулеметчик. Максим уже давно не используют по назначению, но его ценят за героическое военное прошлое. Ровно три года назад друг подарил Виталию зажигалку в форме знаменитого пулемета, и у мастера появилась идея – воссоздать в полном объеме. Нашел эскизы и всего за пару недель реализовал замысел. Вот эта вот штучка используется в быту по сегодняшний день. Если кто догадался сам, кто не догадался, могу подсказать. Это от мясорубки. Но одну детальку могу еще рассказать. Само это дуло, ребристая часть железа, это сейчас в данный момент используется еще в быту. Раньше использовалось, сейчас стиральная доска деревянная. Найти ту самую зажигалку нам так и не удалось. Мастерская Виталия больше напоминает музей антиквариата, где легко затеряться даже пулемету, тем более маленькому. Пока это детали мясорубок, видеомагнитофонов, стиральных, швейных машин и прочие металлсодержащие конструкции. Но скоро им найдется применение. Ведь на очереди макет очередного оружия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова